В эфире Радио Свобода. Программа с христианской точки зрения у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет восвящен вере и искусству. Искусству веры и вере людей искусства. У нас сегодня в гостях литеранский епископ Игорь Князев и римокатолик, искусствовед Дюльшат Харман. Но начать я бы хотел с небольшого видеоинтервью с Алексеем Сосна, директором Зверевского центра современного искусства, искусствоведом, православным. И непосредственный повод для вопрошения связан с тем, что Россию в последние годы вообще все время лихорадят на почве вопроса о том, что может искусство с объектами веры, с предметами культа, а чего не может, где границы между дозволенным и недозволенным, если эта граница вообще есть. И, как теперь говорят, всех взорвала акция, когда было сожжено сооружение, напоминающее отдаленно готический храм, а к тому же и действие это называлось «Пылающая готика». Это было перед началом Великого поста, и вот Великий пост закончился. А осадок остался, хотя были перенесены изменения, объяснения, что это вовсе не призыв жечь католиков. Где же все-таки граница между допустимым и недопустимым, между свободой художника и кощунством, говорит Алексей Сосна. В искусстве, наверное, понятия кощунства не существует. Искусство как раз и существует для того, чтобы ходить вокруг до около, отходить, цитата из классика, в отхожие промысла. Как православный человек, очень плохой православный, но тем не менее, я могу сказать, что кощунство – это деятельность сошедших с ума людей в рамках пространства храма. То есть, если кто-либо начинает что-либо делать с иконами, мне кажется, что такой человек подлежит немедленному вдворению из храма, и я с удовольствием бы это сделал сам, если бы такое произошло на моих глазах. Я начал был рассказывать о рубке, о платной рубке икон. Там важна не столько сама акция, отчаянно спортная, с моей точки зрения, отчаянно спортная, сколько та линия, которая привела в конечном счете к уголовному преследованию художника. Присутствовало на этой акции 12 от сил 15 человек. Никто не высказал желания платно порубить иконы. Художник был даже немного смущен этим обстоятельством. И как некоторый жест, возможно, даже и отчаяние, что не нашлось желающих разделить его антиклирикальное настроение, он порубил эти совершенно картонные софринские картинки, которые, кстати сказать, в Софрине продают неосвещенными. Поэтому в полном смысле слова иконами они не являлись. Место и время проведения вот этой акции, мне кажется, по формальным признакам, позволяет определить это как чрезвычайно рискованный, но тем не менее художественный жест. Внутреннее благочестие. Вот вам критерий. Бог поругаем не бывает. Говорил Алексей Сосна. Дельшат, действительно Бог поругаем не бывает? Я думаю, да, конечно, не бывает. А, тогда я ждал этого ответа, потому что у меня в руках книга, одним из авторов, который является Дельшат Харман, под названием «Страдающие средневековье». Вот средневековье страдает, а Бог не страдает. При этом тут изображение, это как бы Пресвятая Троица. Да, конечно. Как бы, тоже, конечно, я надеюсь. Почему как бы? Это изображение Пресвятой Троицы. Ну, художник хотел изобразить, но он же не мог изобразить неизобразимую Троицу. Он изобразил монстра. Я прошу прощения, может быть, это очень такая православная точка зрения, или просто невежественная? Ну, есть и православные изображения такого рода, на самом деле, да. Так что, ваша точка зрения, может быть, и не совсем православная. Но у нас... Мы к Рублёву больше привыкши. Скажем так, Рублёв изображает ветхозаветную Троицу, всё-таки, да, то есть ангелов, которые приходят к Врааму. А здесь художник пытается изобразить догмат о Троице, то есть един в трёх лицах, то, что называется. И у нас в книге, которая, книга в целом имеет под заголовок «Парадокс христианской иконографии», у нас есть целая глава, посвящённая такого рода изображениям Троицы. И там есть действительно миниатюры, фрески, которые могут, в общем, показаться, на современный взгляд, монструозными. То есть, например, вот здесь художник изобразил как бы одно лицо, на котором, однако, больше носов, глаз и ртов, чем у обычного человека. А есть изображения, знаменитое английское изображение есть, например, за дной шеей вырастают три головы, как у Кощея Бессмертного. То есть есть изображения, где несколько тел, как бы три тела и три головы у Троицы. То есть художники пытались найти что-то, чтобы показать зрителю наглядно вот этот догмат Троицы, что это значит, един в трёх лицах, единство и разнообразие. И, может быть, эти попытки кажутся чудовищными с современной точки зрения. Но тогда, в то время, когда они создавались, они выглядели более приемлемо для зрителя. И, судя по тому, что их не уничтожили в своё время, что они как бы не были замазаны в манускриптах. То есть это не было воспринято прямо сразу и тут же, как некое кощунство и богохульство. Но как вполне такая, в общем, законная попытка. Плодыка Игорь у нас представитель, я бы сказал, конфессии, которая в каком-то смысле веха между страдающим средневековьем и гидонистической современностью. Современность начинается с Лютера. Я сильно ошибусь, если предположу, что в каком-то смысле Лютер... Я знаю, что именно Лютеранская церковь, как таковая, в том числе ваше, в иконоборчестве не участвовала. И иконы вы не рубили. И крест у вас крест. Но всё-таки для Лютера на первом месте стояла, я так понимаю, способность читать. И в этом смысле ему попытка выразить невыразимое через вот такие экзотические образы была скорее чужда. И он предпочитал чёткие словесные формулировки, которые... Так. Накал спора о границах дозволенного, вот эта горячая очень полемика и дискуссия, которые идут вокруг не только последнего представления, о котором вы говорили, но и о тех мероприятиях, которые были до этого, объясняется в первую очередь тем, что у нас в обществе на сегодня нет признанного арбитра, который разрешил бы этот спор. В любом государстве европейском, в Америке, в Северной, по крайней мере, арбитром в таких спорах в сегодняшнем обществе, конечно же, выступает суд. Суд независимый, суд, который уважается гражданами, суд, которому доверяют. Поэтому там тоже есть дискуссия о границах дозволенного, о том, что можно и нельзя в обращении с образами, но тем не менее, конечной инстанцией всегда является судебное решение. Вы, как говорили, а можно я вас позову? У нас программа не с юридической точки зрения, а с христианской точки зрения. В Евангелии апостол что говорит? Не судитесь у внешних. Ну что мы пойдем в светский суд? Вот вы здесь, мы верующие люди. Друг с другом. Совершенно верно. Между нами, верующими людьми, есть полный консенсус, что можно и нельзя. Да ладно. И конфликты у нас все-таки возникают с пространством искусства, с территорией искусства. У нас верующих и там. И здесь очень трудно разделить оскорбление моих личных чувств и оскорбление чувств какого-то религиозного сообщества. Очень легко это разделить. А у сообщества возможно чувство? Я думаю, какое-то совокупное понимание чувства. Да, можно вывести некое среднее понимание того, что чувствует человек при глумлении над святыми для него образами. Человек, но не сообщество же. Мы в церкви тоже, собираясь вместе, становимся единым телом Христовым. Мы разные люди, но одно тело. Может ли одно тело чувствовать? Это очень глубокий богословский вопрос. Я стою все-таки на том, что мы верующие люди, исповедующие одну веру, собирающиеся для участия в таинстве, конечно, становимся одним телом. Мы одно. Мы тот самый Мессия, который был распят за оскорбление тоже чувств. Так вот, я думаю, что вот эта горячность, с которой все это обсуждается, она все-таки, я вернусь к своей мысли, вызвана тем, что нет признанного арбитра. И поэтому мы все никак не можем найти вот эту границу. Во-первых, на мой взгляд, ее вообще нельзя провести раз и навсегда. Общество развивается, растет. Выходят на сцену новые виды искусства, которых сто лет назад не было. Невозможно раз и навсегда все прочертить наперед на 100, 200, на 1000 лет. Конечно, в обществе меняются представления о эстетике, о восприятии и прочее. И эта оценка, она всегда будет обществом востребована. Поиск этой оценки для нашего сегодняшнего общества через 50, через 100. И никакой другой инстанции для разрешения этого спора, кроме как независимой ветви власти, человечество пока не придумало. Может быть, придумает потом. Я очень надеюсь, что здесь в этом споре между верующими и представителями творческой интеллигенции, художниками, все-таки будет найдена какая-то взвешенная оценка. Может быть, эти два сообщества между собой найдут общее понимание и найдут компромисс того, что можно и нельзя. Но в дальнейшем, я думаю, если этот компромисс не будет найден, количество этих конфликтов будет в нашем обществе увеличиваться. Хочу на самом деле сказать тоже с юридической точки зрения, что на самом деле есть какие-то нормы у нас в законах, но эти нормы, они неприменимы, вот так вот просто взял и применил, потому что они довольно туманные. Что такое оскорбление чувств верующих на самом деле? Да, есть там вот как бы статья, скажем, 148-я, часть 1-я, которая описывает публичные действия, которые, значит, направлены на сквернение религиозных предметов. Или, скажем, похожая статья... Это вот, которая до двух лет? Нет, это 148-я, она не до двух лет. До двух лет это, наверное, 282-я статья, которая вообще еще более, в принципе, формулируется в возбуждении, там, скажем, ненависти и вражды по признаку национальности, религии и так далее. И дальше, скажем, какая-нибудь картина или граффити или что-то попадает под прицел, и в суде, там, как бы, уже от судьи зависит, как он ее интерпретирует. Возбуждает она вот эту вот самую ненависть, оскорбляет на чувства или нет? Причем, значит, как бы очень похожие произведения искусства, они могут очень сильно по-разному интерпретироваться. Скажем, был знаменитый случай с картиной «Совко», где Нагорная проповедь и вместо Иисуса Христа был изображен Микки Маус. И художник был осужден, как по этой статье, 282-я статья. Да, он как бы... Посажен он был или это там условно? Посажен, я не помню. Может быть, это был условный срок, но приговор был вынесен по этой статье. В то же время, не так давно, в Перми был вот граффити «Распятый Гагарин», может быть, вы слышали, да? Да. И тоже, вроде бы, как бы что-то похожее, да, почему Гагарин распятый. И в то же время автору этого граффити никакой такой статьи обвинения не было предъявлено. В итоге ему вынесли решение... Может быть, музей Королёва должен был подать в суд? Ему вынесли такое, как бы, обвинение в хулиганстве. То есть совершенно другая статья. То есть никакого оскорбления чувств в итоге в решении суда не было. Он заплатил какой-то штраф, и всё. То есть всё равно, что, значит, как бы он там разбил стекло в троллейбусе, ну, испортил стену. Как бы, чем руководствуется, да, суд? Только, в общем, как бы мерой понимания судьи или какой-то экспертизы, которая была проведена. То есть всё зависит от конкретных людей, на самом деле. У меня ощущение, что вариант с судом, во-первых, люди верующие и люди творящие превращаются в каких-то паниковских, которые по жизни цитируют статью Уголовного кодекса. Это вообще как-то нехорошо. Во-вторых, я всё-таки буду гнуть свою линию. То, что вдруг мы переходим на обсуждение, граффити и так далее, это же не показатель одичания ненароком, что вместо того, чтобы говорить словами, вдруг какой-то кинза-дза начинают обсуждать образные ряды, оскорбляют, не оскорбляют. Это же какое-то возвращение в это самое средневековье. Вот последние 25 лет, по-моему, только ленивые уже не говорили, что в России новые средневековья. Средневековье само по себе неплохо и нехорошо. Это целая культура. В общем-то, не обязательно это такое мрачное что-то. Страдающее. Страдающее, беззаконное. А там сожгло несколько десятков тысяч человек, страдая. Средневековье очень разное. Я не согласна, в общем, с такой оценкой негативной. Вы бы хотели там жить? Жить нет, но как бы это связано не с духовной составляющей, а скорее с материальными достижениями человечества, антибиотики и прочее. Ну, Дершат, мне ли вам говорить, что бы было в XIII веке с человеком с турецкой фамилией, пусть даже римокатоличкой, женщиной? Такого человека, скорее всего, просто бы не было. Скажем так, я продукт глобализации и прочего. Да, верно, не было бы. Но если бы вы были, вы бы все-таки постарались бы почитать, чем рисовать, нет? Но вы же и сейчас читаете. Все-таки центр современной жизни – чтение. А для средних веков имидж, образ? Отец Яков, мы с вами были свидетелем, я думаю, вы тоже видели в интернете. Опять юридический язык. Нет, свидетелями, очевидцами событий. Когда, я уже не помню точно сколько, пять, шесть, десять лет назад, некая политическая группировка молодежная проводила свои съезды, где использовала портреты известных общественных деятелей в качестве мишени для метания дроутиков и прочего всего. Я не видел. Я видел это, вот молодежный съезд озера, Селигер знаменитый, да? Вот что-то там проходило. Я видел там портреты Людмилы Алексеевой, покойного Бориса Немцова и многих других людей, которые мне бесконечно дороги. И, безусловно, такое отношение к образам, к вот этим замечательным людям, которые в этих символизировались эти образы, тоже меня глубоко оскорбляло. И вы подели в суд? Я хочу сказать о том, что вот эта тема образа и моего соотнесения с ним, она намного шире, чем конкретный перформанс о каких-то религиозных символах. Это очень тонкая тема, которая намного шире, чем нам кажется на первый взгляд. Но мы-то верующие на первом как бы фланге. Совершенно верно. И здесь опять же вопрос о том, мы говорим лично о моей позиции, лично о вашей позиции. Да, лично я не подал в суд, лично вы не подали в суд. Но мы живем в обществе, где существует миллионы, десятки миллионов верующих людей, у которых есть свой коллективный интерес и коллективное представление о границах допустимого. И как разрешать этот коллективный конфликт, где есть сообщество с одной стороны творческое и сообщество с другой стороны. Вот где здесь механизм разрешения этого конфликта? А я прошу прощения за, может быть, такой православный некоторый тезис. А Господь терпел и нам велел. Не годится? Можно очень много привести цитат из Евангелия о том, прощайте и так далее. И я думаю, каждый священник, проповедуя и работая со своими верующими, как пастырь, он, конечно, их призывает прощать. То есть пока мы в церкви тело, мы прощаем, как мы выходим из храма. Мы все это, безусловно, делаем. И в суд бежит. Но в церкви, в моей, вашей, в любой другой, состоят живые люди. Они святые, но не ангелы. У них есть чувства, у них есть эмоции. У них есть... Они, кроме бытия в церкви, еще являются гражданами. Гражданами земного мира и так далее. Ведь человек, он не живет только духовной оболочкой. Он множественно идентифицирует. Как верующий христианин. Как гражданин Российской Федерации. Как и поклонник или противник какого-то вида искусства. Если бы мы с вами жили уже в Граде Небесном, у нас бы и конфликтов таких не было. Но мы живем... Приблизилась, но не наступила. Приближение его я чувствую. Не знаю. И наступление его жаждут. Но все-таки мы живем в реальном материальном мире, где религиозные интересы, чаяния и свободы должны находить вот эти точки сопряжения и компромиссов с той частью общества, которая этих религиозных взглядов не исповедует. Вот для меня кажется огромной проблемой того, я посмотрел внимательно историю разрешения этих конфликтов в западных странах. Там все-таки есть инстанции. Там сообщества работают друг с другом. Там не всегда суд выходит на сцену. Там часто договариваются люди между собой и принимают компромиссные решения. Но у нас нет ни того, ни другого. Вот о последней акции вы говорили. Ну, волна возмущения в интернете, извинения художника, принесения прощения и все. Это решение вот этой конфликтной ситуации? Я думаю, нет. Это просто ее вот какое-то силовое подавление. Сам конфликт остался. А почему силовое подавление? Ну, я говорю о том, что огромное количество возмущения обрушилось на этого человека одномоментно, лично на него. И, конечно, это, ну, можно, да, приравнять к такому силовому решению, где целый коллектив одного человека... Ну, между прочим, я категорически осуждаю его акцию, но я не сторонник таким путем, такие вопросы решения. Вы же осуждаете его акцию? Она мне, да, неприятная, крайняя. А у Лютеран есть пламенеющая готика? Пока в России нет. Нет, нет, где-то там. Это же стиль все-таки 15-го. А вы имеете в виду архитектуру? Да, архитектура наша, конечно, западная. То есть есть и такая. Вы понимаете, дело в том, что... Если я не ошибаюсь, весь скандал с готикой, это пламенеющий... Ну, в Москве это ремокатолический собор. Собор Лютеранский, он не пламенеющий. Ну, почти гатлетический. Хорошо, но ведь скандал-то начался с выступления Андрея Мальгина, который, насколько я понимаю, пусть он меня простит, бывший главный редактор журнала «Столица», живет за границей, но он как-то не с религиозной позиции выступил. Он выступил, скорее, с антирелигиозной позиции, что это... Как бы он понял это так, что это православный Талибан грозит спалить католиков, что было совершенно неверной интерпретацией. Это был такой алармизм. Взгляд на Россию, как на Пакистан, который все больше Пакистан, не Пакистан, и вот уже костелы жгут. Но это был взгляд действительно постороннего, который... Значит, тут вера была ни при чем. Отец Яков, давайте будем справедливы. Все-таки архитектура там была западного храма и западного религиозного сооружения. Я категорически против, чтобы и макеты православных храмов сжигались, равно как и синагог мечети. Это во-первых. Во-вторых, выступил этот человек, привлек внимание и так далее. Но это было записано на видео и транслировалось. Это видело огромное количество людей в живом эфире. У этой акции была огромная рекламная кампания, к ней привлекали внимание. Это не было каким-то действием затаенным, которое вдруг стало потом. То есть люди, которые устраивали это все, их целью было привлечение широкого общественного внимания к своему. Но их целью было призвать людей сжечь католическую церковь? А вот тут каждый понимает по-своему. И без арбитра мы не разберемся. Так, гоня по католику. Нет, да, конечно, католиков обязательно надо. Их слово тут даже еще важнее. Но мы все время хотим здесь свести это все к личному противостоянию вот этого художника и вот этого священника. Вот этого и вот этого. А здесь нет, это конфликт больших сообществ людей в современном нашем обществе сегодня. И поэтому каждый, конечно, понял по-своему. Одни поняли это, да, как призыв гнать этих всех еретиков, верующих и так далее. И стали выступать с этих позиций, безусловно. И они имеют на это право в контексте происходящего. Ну вот я согласна с тем, что каждый на самом деле интерпретирует по-своему. Когда я впервые услышала про эту акцию, увидела, посмотрела, еще не в курсе была того, что Мальгин написал и так далее, может быть, у меня профессиональная деформация искусствоведческая, или, может быть, я вообще нечувствительный человек. Мне сначала казалось, что это действительно очень красиво. И что это такая вот визуализация метафоры действительно. Вот пламенеющая готика. Это относится к тому, как изображаются, как строились храмы, какие-то декоративные элементы, которые напоминают языки пламени. И вот, значит, художник, скульптор, художник, да, он построил что-то напоминающее в этом стиле и сжег его. И вот эта метафора, она, значит, получила такое воплощение зримое. И дальше я вдруг вижу, что уже разгорелась такая дискуссия ужасная. Мне сначала показалось, что это ужасно глупо. что с моей точки зрения художник вот явно ничего такого оскорбительного не имел в виду, за что же его ругать. И я пыталась понять точку зрения, в том числе и таких же католиков. И надо сказать, что у меня не католиков тоже разделились, да, не все там как-то огульно критиковали. Многие как бы сказали, что это просто красиво и явно, в общем, это как бы неосвященный храм, ничего такого, он же не настоящий храм, сжег в конце концов. Многие люди критиковали это просто потому, что тут вот еще связь с Масленицей, он как бы на Масленицу это все сжег, да, на Масленицу сжигаются разные негативные предметы, да, чучело вот это вот, уходящей зимы и так далее. И как бы сразу отметили, что, скажем, если он сжег собор в ряду со всеми этими негативными предметами, значит, он и к христианству плохо относится. И, как бы, там, кроме того, там была годовщина, когда какой-то вот храм сгорел вместе с верующими. Ну, это глобализация, всегда чья-нибудь годовщина. Да, и, в общем, это многим тоже сочли за некий знак и так далее. То есть интерпретаций было много. В том числе, между прочим, были интерпретации людей, которые принимали в этом участие и которые, в общем, это тоже восприняя с антиклирикальной точки зрения, писали в своих там блогах и так далее, что вот там, как мы хорошо посмеялись над этими попами и прочим. То есть большое количество интерпретаций было, да. И в этом контексте интересно, насколько мы доверяем художнику, тому, что он говорит. Если он говорит, что он ничего такого не имел в виду, а, например, хотел показать, скажем, бренность бытия и восхождение, там, не знаю, религии к Богу, как, значит, как была в нем. Как Ильяна. Да. То принимаем ли мы это и успокаиваемся? Или эта интерпретация художника не важна вообще? Вот тут вот как бы... Это он же создатель, это если он говорит, что он имел в виду, должны ли мы после этого успокоиться, или принять все остальные интерпретации? Самый тяжелый вопрос. Безусловно, опять же, если говорить лично обо мне, ну, меня, конечно, его извинения и прочее полностью устроили. Нет, не извинения, а объяснения. Объяснения, простите. Да, отец Яков, вы правы. Он принес извинения, но я думаю, что он это сделал с такой интеллигентной очень щепетильностью. Но, в принципе, он прежде всего объяснил, вы неграмотно прочитываете это действие. Отец Яков, вы совершенно правильно меня поправили. Я не буду называть галерею, но лет 10 тоже назад я попал на выставку современного искусства. В большом очень музее, и мы ходили долго, там все смотрели. Я, скажу честно, человек, не особенно понимающий многие современные формы выражения искусства. Мы долго ходили, потом подошла девушка-эскурсовод и говорит, ну, вот так, как вот вам это все... А вы были... Ну, безусловно. Клирикально? Да, да, конечно. А я говорю, вы знаете, я понимаю, что это очень как-то хорошо, но я совершенно ничего не понимаю, что здесь вот. В этом нагромождении железок, вот куча опилок с камнями. И она стала мне рассказывать, вот знаете, вот это вот. И уже 30 минут она водила нас по этому музею, объясняя, что хотел художник сказать. Ну, тогда понятно, тогда я, собственно, готов это принять. Но, если вы готовите такую акцию, может быть, имеет смысл объяснение давать тогда перед этим? Да, а не обвинять, что эти глупые темные люди не поняли моего возвышенного искусства. Ну, если художник творит для себя, это его право, для самого себя. Если ты все-таки хочешь получить какой-то отклик, вызвать катарсис у той аудитории, для которой ты творишь, тогда надо действовать адекватными формами. Я сейчас прошу расшифровать, а человек дикий? Ну, переживание, очищение, ну, смысл искусства-то, он же именно в этом, чтобы человек духовным переживанием своим возвысился, очистился и так далее. Для этого искусство. И вообще искусство определяется потому, оно человека ведет к Богу, или оно ведет человека от Бога. Но тогда давайте мы будем говорить о том, что художник, он абсолютно свободный человек, он может делать там все, что уголовным кодексом не запрещено. Это его право. Но тогда будьте любезны и принимать ту оценку и реакцию, которую общество демонстрирует на ваше творение. Либо занимайтесь объяснением своей позиции этому обществу, и тогда будет другая реакция. Но не надо обижаться друг на друга, надо разговаривать, и надо создавать механизм этого разговора. Мы начали об этом с вами говорить после обсуждения оперы «Тангейзер», где, я это помню хорошо, передача у вас. И то, о чем мы тогда говорили, уже прошло несколько лет. И мы опять возвращаемся туда же, на тот же самый исходный пункт. Но если художника бьет, я буду и буду возвращаться, потому что мое дело печалывание за того, кого бьет. Как насчет очищения, объяснения? Я думаю, что художник с творчеством всегда так, что человек творчески увлекается. Он может начать что-то делать с одним намерением, закончить совершенно с другим. И художника, в частности, очень увлекает форма. Есть уже знаменитая история Сверонезе, классическая история, когда он написал «Тайную вечер» для одного монастыря. И на изображении этой «Тайной вечер» у него был не только Христос и апостол, но еще слуги, какие-то обезьяны, собаки, музыканты, зрители. И, соответственно, Инквизиция заинтересовалась этим изображением. И его вызвали на допрос. И главное, что протоколы этого допроса сохранились. И вот его спрашивают, а вы что, действительно думаете, что на «Тайной вечере» все эти люди присутствовали? Нет, говорит Веронезе. Я считаю, что только был Христос и его ученики. А зачем вы тогда всех этих нарисовали персонажей, спрашивают? Что отвечает Веронезе? Он говорит, ну, у меня еще было много места на хвосте. И тут, конечно, да, тоже, опять же, вопрос. Он действительно так думал или просто решил из себя изобразить дурака, чтобы от него отстали? Я думаю, что хотя бы частично он был искренен, потому что художник, ну, как бы вот он видит вот эту форму, да, и он начинает что-то изображать, писать, и уже отвлекается от содержания. Причем же это же не только художник, да, а Пушкин, который пишет, ах, какую штуку со мной там удрала Татьяна, да, что вот она сделала. То есть это не совсем зависит от твоего логического желания и плана, который ты набросал. Это же не научная статья. И не богословский трактат. Ну, да, да, не всегда это по плану получается. И в итоге, чем кончилась история с Веронезой? Ему сказали, ну, перепишите. Он сказал, давайте я просто другое название. «Пир в доме Симона Фарисея». Давайте им сказали, ну, хорошо. И теперь эта работа, она существует, она известна как «Пир в доме Симона Фарисея», и никто ничем не возмущается. Хотя в ней он, собственно, не поменял ни одного персонажа. Так что я думаю, что с автором акции, вот этой пламяющей готика, с ним, может быть, произошло то же самое. Вот как бы он увлекся именно формой. И он даже как бы не отдавал себе отчета во всем богатстве вот этих вот интерпретаций, которые могут возникнуть, да, в результате у людей. Не совсем понимал, к чему это может привести. И, конечно, когда он увидел, вот, то он начал, да, как-то пытаться себя оправдать и извиниться перед теми, кого он обидел. Но изначально-то у него не было этого намерения. Именно. Я полностью с вами согласен. Вы же лютеранский, епископ. Вдохновение вам неизвестно. Ну, я не знаю, отец Яков. Возбуждение известно. Нет, почему возбуждение? Дух святой, вдохновение. Когда неудержимо Бог. Никогда такого не было. Отец Яков, буквально две недели назад я был на одном потрясающем мероприятии, участником которого ведущий предложил изобразить неизобразимое. Это была задача, которую надо было решить в течение буквально пяти минут. Но после долгих мучений аудитория выполнила, и мы даже эти рисунки выложили в интернет. Да, конечно, там и Дух святой, я думаю, поработал, и все остальное. Но мы хотим найти ответ на какой вопрос? Можно ли поставить границы творчества таланта? Конечно, нельзя. Можно ли художника поместить в какие-то рамки? Конечно, нельзя. Талант творить помимо всех правил и так далее. Как соотнести это частное талант с вот этим глобальным, которое называется общество? Минуточку, а почему это талант частное, а общество глобальное? Талант всегда уникален и персонален. Так, поэтому он глобален. А общество – это безликое, лая. Нет? Оно же состоит тоже из отдельных людей. Насколько человек член общества, он уже не совсем человек. Происходит дегуманизация, отчуждение, если это не сообщество верующих в церкви. Но мы же понимаем разницу между верующими, которые собрались и молимся. Мы грешные к тебе и политическим сообществам, которые грудь вперед баки расчеши. Я тут главный. До двух лет лишения свободы за скормление и возмущение. Ну, я не хочу повторяться, но мне кажется, что есть такое искушение написать какой-то закон, который все регламентирует и раздаст все. Да уже две статьи написали больше. Да. Как больше? Вот это, на мой взгляд, и есть тупиковый путь. Пытаться решить эту проблему усложнением законодательства многократным. Ничего мы так не решим. И мы будем жить в этой ситуации, пока у нас в государстве, в нашей гражданской жизни не появятся нормальные институты. И в частности, такой институт, как независимый суд. Который мы будем уважать и доверять. И если суд скажет, что это не оскорбление, мы должны будем принять, что это не оскорбление. Вы же упомянули в самом начале две модели. Одна, вы упомянули Северную Америку. Но в Северной Америке с таким суд не пойдут. Там и Библию сжигали, и Коран сжигали. А в суд не идут, потому что суд равнодушно отщелкивает, что это свобода. Что вы хотите, делайте. Это не мое судодело. А вот европейская модель, Лютер ведь у нас, кажется, немец. Я-я. Член партии с 1516 года. Картинка. Господь Иисус Христос на кресте в Барниках в противогазе. Уголовное дело. 1931 года. Художник Георг Гросс. Экспрессионист. Выразительное искусство. В суд подали одновременно и католические богословы, деятели церкви, и лютеранские. Правильно. Отец Яков, мы с вами живем в стране, где каких-то сто лет назад, без всяких судов, и вообще без всякой заботы о чувствах верующих, полностью уничтожили все религиозное, что было. Да, именно исходя из этой позиции, что... Минуточку, это что вы имеете ввиду? Октябрьскую революцию и все, что за ней последовало. Нет, минуточку. Октябрьская революция, во-первых, это не революция, а путч. Ну, путч. А во-вторых, сто лет назад это декрет об отделении церкви от государства. И что в этом плохого? И то, что после него началось, я сказал. Так вот, она исходила именно из этой позиции, что взорвать храм Христа Спасителя, а кого это может оскорбить? Это ерунда полная. Это было не в 18-м, а не в 17-м. Да, я еще раз, третий раз говорю, то, что за этим последовало, за вот этой позицией, о том, что чувство верующих оскорбить невозможно, спрашивать их не надо, религия опиум для народа и так далее, и так далее. Все это началось в 17-м, а потом пошло и покатилось. И мы сейчас с вами живем в стране, где по малым крупицам, крохи какие-то только чуть-чуть этого восстановлены. И нужно понимать чувства тех людей, которые вот вышли из этой вот страшной советской власти. Только-только вот они как-то достигли христианской жизни. А я прошу прощения. Их комментарии совершенно имеют место. Но дело в том, что как раз в прессе довольно часто комментарии такого типа, кстати, вот Мальгин вот этим характерен. Речь идет о том, что к Октябрьскому путчу поменяли вместо Маркса Христа, а механизм остался ленинский. Просто тогда гнобили верующих, а теперь гнобят тех, ком подозревает угрозу верующим. Но делают это даже не как царская Россия. Делают это абсолютно грубо, по-хамски, по-сталински, по-ежовски. И в этом смысле это не преодоление революции, это просто православизация Ленина. Не более того. Хорошо ли это? Так может быть все-таки как в Америке? Может быть. И я не знаю, насколько корректно сравнивать нашу гражданскую, политическую, религиозную культуру сегодняшней России и Америки. Америка стала такой страной, какой она стала, пройдя путь в 500 лет своего развития. Мы, мягко говоря, в нашем гражданском правосознании, религиозном, коллективном сознании от Америки пока очень-очень далеки. Поэтому даже пытаться не будем. И этот путь нам надо пытаться пройти. Начав создавать институты государства, которым мы с вами будем доверять, и которые будут генераторами, производителями такой вещи, как доверие в обществе друг к другу. А это в первую очередь суд, исполнительная власти, законодательная и так далее. Без этого никуда не вырулим. Без этого мы сейчас идем назад, к модели, когда каждый с каждым должен разбираться сам. Вот это страшно, на мой взгляд. Ну что за суд? Это соблазнительная идея, конечно. Но она соблазнительна еще потому, что сейчас все в сознании рядового человека в одну кучу свалено. А там же есть разные совершенно случаи. Например, то, что называется кощунством. То есть это когда уже существует какая-то икона, предположим, или религиозный предмет, и человек его скверняет. И таких случаев тоже много. Я буквально на днях читала, как какой-то там молодой человек затушил сигарету об иконе, кто-то сфотографировался с перевернутой иконой, выложился с оскорбительным комментарием. Допустим, этого много. Это один какой-то случай. И понятно, что если есть уже какой-то священный предмет, и ты с ним так охотишься, ты, безусловно, совершаешь некоторые преступления. И тут ничего не изменилось со средних веков. Потому что и тогда были случаи. Вот у вас на сайте, я помню, была история с Антонио Ринальдески, флорентийцем, который бросил в изображение Девы Марии в 1501 году кусок навоза. И что с ним потом было? Проигравшись в карты. Да, да, да. Он оскорбился на Деву Марию за то, что она ему не помогла. Повесили. Да, его повесили. Ну, то есть понятно, что методы были другие. Сейчас тех, кто тушит там сигареты об иконе, ну, их в лучшем случае дают штраф, в худшем случае какой-то срок. Вот. Условный часто. Ну, в общем, какое-то такое вот умеренное наказание. А есть другое. Есть, когда художник создает что-то новое, используя вот эти вот символы, которые, ну, как бы считаются, да, там, скажем, в христианстве священном или в исламе, тут уж как бы неважно даже в какой религии. И использует их достаточно вольно, так что это не нравится представителям, соответственно, религии или обществу верующих. И когда они говорят, что вот, значит, тем самым вы оскорбили наши чувства, художник говорит, а вы мне мешаете выражать свободно мое вот это вот мнение, да, выражать свободно мое представление о вере. И не очень понятно, как такой конфликт вообще может быть разрешен даже в суде. Потому что если мы говорим о кощунстве, то да, тут все понятно более-менее. Да, то есть как бы уже был священный предмет, он осквернен, а тут новый возник, новое произведение искусства возникло. Мало ли, может быть, человек действительно вот так видит, как Георг Гросс Христа в противогазе что-то имеет в виду. Ну и что может суд тогда сказать? Чью он в сторону должен принять? Совершенно верно. Я с вами согласен полностью в очередной раз за эту передачу, что, конечно, суд это не некая идеальная инстанция, которая все разрешит. Я рассматриваю эту проблему применительно к нашему сегодняшнему дню, реальному месту и времени, в котором я живу, к Российской Федерации. И я считаю, что суд и вот эти цивилизованные пути решения этого противостояния и конфликта, это лучше, чем отсутствие их, которое мы сегодня наблюдаем. Вот то, что сегодня, это приведет к новому 17-му году. Я тоже публичный человек, и я читаю комментарии, которые люди пишут к сегодняшней жизни церкви и прочее-прочее. Так вот, там, знаете, я потом приведу вам примеры, может быть, за рамками передач. Там полное ощущение назревания нового 17-го года. Вот о чем я говорю. Николай Бердяев сказал в свое время, что Октябрьский путь – это суд над злом силами зла. Мы что будем устранять? Первичное зло или вторичное? Мы с вами первичное будем зло устранять, борясь с грехом и проповедуя Евангелие. А гражданские власти должны устранять вторичное последствие, может быть, иногда безответственного поведения граждан, независимо от того объема таланта. А через сто лет, может быть, это судебное решение будет отменено. Понятно. Георг Гросс просто, кстати. У меня есть вопрос. Мне как бы интересно, допустим, что какой-то художник, скажем, изобразит сейчас лютора в каком-то виде, таком вот непристойном. Какие будут действия ваши, как епископа, как представителя общины? Я, во-первых, постараюсь отнестись к этому с юмором и с полным пониманием, но все же Лютер и Христос – несопоставимые фигуры. Никто не воспринимает Лютера как сакральную фигуру. Лютер – это совершенно другая категория образов. Вот я прочитал в материалах и задумался над тем, вот изображение, например, апостолов и тайной вечери в современной одежде. Если они были в джинсах, майках и так далее. Вот у меня нет ответа на вопрос, как бы я к этому отнесся. Это очень сложная тема для меня лично вот это переживание. Не знаю, как ответить. У меня нет ответа на это. Вы не видели фотопроект, где художник снял ключевые сцены Нового Завета, пригласив людей с различными физическими дефектами. Аутистов, умственными полноценных. И они копируют позы классической живописи, включая Леонардо. Но это гениальный проект. Прекрасно. Я говорю еще раз, это прекрасно. И полностью это... Вот в чем наша задача с вами общая в этот раз, отец Яков. Мы же призваны нести свет Евангелия вот этому миру, в котором мы живем. Актуализировать его. И делать актуальным, а не бубнить бесконечно там что-то про двухтысячелетние данности. Вот как актуализировать... Можно ли актуализировать Евангелие вот такими методами? Через искусство, изображающее все это в современном ключе. Как раз, как раз в средние века так и делали. То есть в 15-16 веке появляется изображение Иисуса. Абсолютно. Мы смотрим то, как воспринял и интерпретировал это 15-й век. Но мы не готовы сегодня смотреть и интерпретировать это как век 21-й. Вот, мне кажется, парадокс какой-то. И как его разрешить? Тоже надо искать решение. Был такой у Чехова чудный рассказ времен переписи Всероссийской 95-го что ли года, где земский исправник заполняет анкету по уезду и в графе «Вольные художники» пишет «В обверенном неуезде вольных художников кроме конокрада Васьки не имеется». И вспоминается мне один судебный процесс, когда человека за кощунство осудили, на смерть. То есть, говоря словами классика, есть такое выражение, «Однажды Назарецкий мещанин, Ешуа, сын Осифа, въезжал в город Иерусалим на осле». Вы понимаете, ведь спасители распяли за кощунство. За попытку устроить перформанс, за крики «Разрушьте этот храм, я в три дня его восстановлю». По сравнению с этим перформансом, акции «Пламенеющие готика» – это просто детский сад. Почему мы после этого, вот буддист, индуист, кто угодно, иудей, мусульманин, они могут рассуждать про суд. У них нету Пасхи, которые не просто спаслись от египтян нехороших, а Пасхи, которые распяли за перформанс, за кощунство. У нас ведь, наверное, все-таки тогда с христианской точки зрения должен быть дополнительный предохранитель. А у нас вместо этого дополнительный тип инквизиции. Отец Яков, вопрос, конечно же, в том, от лица кого мы говорим. Мы будем бесконечно в это возвращаться? Ну, тело Христово – ничье? Безусловно. И вот это тело Христово, оно сегодня такое, какое есть у вас в церкви и у меня в церкви. Из реальных людей, из плоти и крови, из их чувств, переживаний, из их личных трагедий и восприятий сегодняшнего. И что выйти на церковный амбон и сказать, да вы плохие христиане, вас обидела кулающая амбония. А чего вы еще занимаетесь на амбоне? Надо вас тут всех, я вас всех отлучу от причастия за то, что обиделись. Да нет, конечно, это даже в голову не придет, я уверен, никому из священников. Мы, еще раз, не я, я не могу говорить здесь о вас лично, я сам далеко не идеальный человек, мягко говоря, и грешник, и все прочее. И мой путь к спасению, я еще сам над ним тяжело и долго размышляю. И поэтому требовать от того, чтобы люди либо соответствовали категориям ангелов, либо выгонять их из церкви, это, мне кажется, уже совсем какая-то... Ну а как я должен с ними поступить? Сказать так, кого обидела кулающая готика? Отлучены от причастия на 10 лет? Нет, конечно. Ну на 10 лет он хотел. Ну, мы о других вещах говорим, во-первых. Минуточку, из ста кроликов не сделать одного слона, из ста христиан не сделать одного самого маленького Христа. Не нас распяли, не мы умерли, не мы воскресли. Не нам и сравнивать его распятие с пылающей готикой. Это событие разного порядка и содержания совершенно. А как спаситель говорит? Нельзя одним словом кощунства соединить то и другое в одно. Это разное. Я помню, молодым аспирантам принес статью на кафедру, и мой научный руководитель в сердцах, хлопнув ей об стол, сказал, в конце концов, сравнивайте и сопоставляйте сравнимые и сопоставимые объекты. Нельзя сравнивать пиджак и джунгли, будильник с паровозом. Он меня на всю жизнь научил правильную делать классификацию событий, прежде чем их сравнивать. А кто нас там сопоставил? Кто накормил голодного, накормил меня? Это Лев Толстой сопоставил? Это Господь Иисус сопоставил? Ну, а я разве спорю с этим? Я говорю, что нельзя сравнивать оцениваемые... Мы же... Смысл-то в том, что мы не оцениваем действия Христа как кощунство. Правильно? Они уже так оценены. Ну, значит, вы признаете то решение того суда, которое было правильным, а я нет. Ну, просто, да, отец Игорь говорит, как все-таки, как с точки зрения, как частного лица, видимо, как с точки зрения пископа. Мне хорошо, как частному лицу говорить. Я могу сказать, да пусть кто угодно делает что угодно. Бог по ругаем не бывает, меня как бы это не может оскорбить, как бы пусть выражают свою свободу мнение, как хотят. Я действительно как бы так думаю, да. Но если, скажем, я окажусь в позиции судьи, да, или, скажем, там, представителя общины верующих, то что мне как бы делать в такой ситуации, когда ко мне действительно там приходят верующие и говорят, а вот мы, значит, оскорблены этим. То есть у меня же надо какие-то действия предпринять, да? Нет, почему? Главное действие для человека вообще это слово для начала. Ну, для кого как? Ну, хорошо. Так что, и вы тогда тоже в басманный суд поведете приход? Я не знаю, что я сделаю. Я не нахожусь в этом, в этой позиции, да, как бы. Это надо за Игорь спрашивать, что он конкретно сделает. Но вы же член того самого гражданского общества, которому апеллирует Владыка Игоря. Да, но я частное лицо. Я не нахожусь в той позиции, от которой от меня требуется. Вы говорите, я частное лицо, как я говорю, Боже, милости, будем не грешны. Как будто бы частное лицо – это какое-то муравьишко. Вы частное лицо. Я выражаю свое мнение. Вы не вот это вот уродство. Почему уродство? Это троица, на минуточку. Вот это вот уродство. Я, по-моему, решил нас добить. Да нет. Я вам сейчас сождал кощунство. Если вы так не хотите, я вас так сейчас приложу. Художник всякий еписк победить может. Но когда искусствовед, знающий историю… Ну, как искусствовед, я говорю, да, я защищаю свободу художника. Я считаю, как искусствовед, что он может, в общем, делать все, что хочет, сжигать подобие собора, если он хочет. Это же его солома, которую он хочет. Это его солома, да, это его интерпретация. Я принимаю его интерпретацию, в конце концов, как бы, да. И вот этот мир не рухнет? Да он не рухнет в любом случае. Пойдем мы в суд или не пойдем. Читайте, я покаясь. Ну, или рухнет в любом случае. Хорошо, в данном случае это не важно. Опять, я говорю, речь ведь не идет о том, что этот художник построил этот макет на необитаемом острове силой своего таланта, и потом сам для себя его сжег. Да, вот вы так говорите, это его сжег. Да, он его построил и сжег для того, чтобы люди увидели и отреагировали на это. И он получил ту реакцию, которую получил. И опять мы прилагаем эти слова к Спасителю Иисусу Христу. Он же на необитаемом острове изгонял торгующих. Хорошо, наверное, так он и всех простил. Он всех простил на кресте. Вас обязательно распоминать, чтобы вы простили? Нет, прощал-то, если мы берем все-таки персонали, мы должны говорить о художнике. Он всех простил и попросил прощения. А то, что Господь простил? А мы все-таки пойдем в суд. Мы с вами, как верующие, ответ на этот вопрос получим, наверное, когда пред ним предстанем. Минуточку, в суд нам надо решать идти сегодня. Отец Яков, я считаю, что можно жизнь религиозную и жизнь гражданскую разделять в разных жизненных ситуациях. Вот понимаете, как христианин, я не должен поднимать руки на ближнего. Как священник, конечно, я сейчас этого не имею права делать. Но до своего рукоположения, как постоянный пассажир электрички, Москва-петушек. Я вам хочу сказать, попадал в разные ситуации. И когда к женщинам приставали и так далее, и я вел себя, ну, конечно, с позиции Евангелия, наверное, порицаемо, приходилось некоторых товарищей физической силы из электрички высаживать. Ну, с позиции женщин, наверное, это было правильное поведение. Ну, в общем, да, конечно. А против образа и подобия Божия, это было кощунство, то, что я делал. Сейчас иногда мучаюсь, потому что как священник не могу так поступить. Смиряю себя. Потом, кстати, не всякое же кощунство, которое выглядит как кощунство, таковым является. Я вспомнила историю Василия Блаженного, который тоже, как известно, бросался камнями в иконы. И там, как бы, совершенно другая интерпретация этого. Человек всегда ограничен в своем восприятии. Ему кажется, например, что художник делает что-то оскорбительное и ужасное, и он не понимает замысла художника. Как вы рассказывали, как вы были в галерее и видели груду железа. Вот, скажем, вы не поняли этого замысла, но когда вам объяснили, это стало как бы понятно. И действительно, очень многое зависит от того, не от того, кто кого оскорбил, а от того, насколько люди способны друг с другом разговаривать и слышать друг друга. Не усердствовать в своей именно правоте. Не говорить, что я, как художник, имею право, а вы все молчите. Потому что есть и такая позиция. И не говорить, вот мы верующие, мы на все имеем право, а ты иди куда-нибудь подальше засунь свои художественные вымысла. Ну, тоже так как бы нельзя. Нужно слышать и видеть друг друга. Я закончу справкой о Василии Блаженном, который бросал действительно камнями, потому что он знал, что под поверхностью иконы написано что-то совершенно ужасно богомерзкое. Он видел насквозь. И те люди, которые распяли спасителя, не видели. И сегодня верующий тот, кто за смертью, гнилью, смрадом, видит воскресенье. И за тем, что кажется кощунством, видит правду и свет. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали ветеранский епископ Игорь Князев, римокатолик, искусствовед Дельшат Харман и сама Пресвятая Троица в виде обложки книги «Страдающие средневековья». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин